Останавливает бабулька такси, а в руках поводок, а на поводке – коза. Таксист малость обалдел и говорит, бабуль, ты чего? Нельзя в такси с козой-то. Бабулька отвечает, как же нельзя-то, милый. Я только вчера слыхала, что ты и телок возишь. Мужик на запорожце на светофоре врезается в мерз и думает, придется отдавать машину и квартиру, но хоть повеселюсь на старости. Достает кувалду из багажника и начинает превращать мерз в металлолом. Посмотрел, никто не выходит, и уехал. Два олигарха в мерседесе сидят как сурки за темными стеклами, один другому говорит, прикинь, что было бы, если бы мы врезались. Занятие в автошколе. Преподаватель спрашивает, и так для чего же служат дорожные знаки? Голос из аудитории. Для отъема у водителей денежных знаков. Мужик пытается купить билет и спрашивает у кассира, подскажите, какие сейчас правила провоза велосипеда в электричке. В ответ слышит. Я думаю, такие же, что и раньше, если смог влезть, то едешь, если нет, то ждешь следующую. Еду в маршрутке, спрашиваю водителя, на светофоре можно остановить. Он в ответ. В этой маршрутке можно все. Если все скинуться, вообще на море поедем. Идет мужик с деревней по городу через дорогу, вдруг виск тормозов, открывается окно машины, а оттуда доносится голос, для вас козлов переходы построили. Машина уехала? А мужик стоит в недоумении и думает. Вот это культура в городе, обращаются на вы, да еще и по фамилии. Полицейский останавливает машину. За рулем блондинка. Полицейский спрашивает. Девушка, вы что, знаков не видите? Здесь можно только в одну сторону ехать. Блондинка удивленно отвечает. А я что, в две стороны иду? Женщина-водитель после столкновения с другой машиной говорит. Это моя вина. Водитель второй машины галантно отвечает. Нет, мадам, это целиком моя вина. Я видел, что за рулем вашей машины женщина, и легко мог свернуть в кювет и подождать, пока вы проедете. Сдача экзамена в автошколе. Экзаменатор спрашивает. Представьте, вы едете по узкой дороге, справа обрыв, слева гора. Перед вами по дороге идет красивая девушка и страшная бабушка, кого будете давить? Студент отвечает. Конечно, старуху. Экзаменатор продолжает. Придурок, тормоз нужно давить.